Всем привет! Вы на канале Кэп ТВ Геймс. Я надеюсь, среди вас есть любители автоспорта, поскольку сегодня мы начинаем проходить Формулу 1 F1, правда 2017 года. Я чуть позже расскажу, повторю, наверное, еще раз почему. И вообще, в принципе, для тех, кто зашел сюда и хочет посмотреть гонку, кто не любит болтовню, где-нибудь вот здесь сейчас появится время, начало гонки, просто промотайте туда и поедем сразу в гонку. Для всех же остальных я сейчас покажу какие-то параметры, на которых я буду ехать и, в общем-то, что-то расскажу, какие-то свои мысли. Я уже пробовал, был у меня один раз, был у меня дебют, довольно провальный, на мой взгляд, он получился крайне скомканным. Но, собственно, это неудивительно, потому что я слишком переоценил свои силы. Я подумал, что я сейчас зайду и никогда не играв толком в Формулу 1, тем более на руле, я сейчас бац и начну круто ехать. Но нет, к сожалению, так не вышло и я решил полностью перезапустить карьеру. Я, в принципе, выбрал ту же команду, тоже будем ехать в Рено. Я покатался немножечко там вот еще на этой трассе в Мельбурне, попробовал, попробовал погонять сложность, поменять туда-сюда. В принципе, это довольно сложно сделать, выбрать здесь оптимальную, оптимальный уровень сложности, чтобы было интересно, чтобы была какая-то борьба с соперниками, чтобы не совсем в хвосте быть и все время ехать в одиночестве и в то же время не слишком всех обгонять. Ну, я вот подумал и решил, что 67, наверное, на данный момент будет неплохо. То есть, по крайней мере, начать с этой сложности можно, а со временем посмотрим, если будет легко, то можно будет повысить, а может быть будет сложно, посмотрим. Также я решил, что для видео лучше протяженность гонки оставить на 25%, потому что я запускал там 50, пробовал, это 29 кругов, почти час длится гонка, а мне нужно это все записать, потом нужно записать повтор, представьте, просто один повтор нужно включить и на записи сидеть, час записывать этот повтор, все для того, чтобы потом смонтировать в ролик. В общем, я решил, что это слишком много для, по крайней мере, для роликов, для записи. Так-то, конечно, если самому играть, то это вполне, можно даже 100% поставить и кататься усердно, но для записи 25. Давайте я вам просто покажу параметры, которые я настроил, которые, я надеюсь, будут более-менее оптимальными. Квалификация у нас короткая, поскольку гонка сама короткая, квалификацию я тоже выбрал короткую, всего лишь там, по-моему, 12 минут, если я не ошибаюсь, у нас есть на то, чтобы поставить время. Далее, гонка начинается вручную, протяженность гонки, это я уже показал, давайте по установкам. Здесь вот правила в парк ферме я включил, повреждение автомобиля на полном, я не знаю, может быть, стоит и симуляться, просто поставить, но, наверное, это уже будет слишком. Далее, машина безопасности тоже включена. Строгость к срезанию углов я оставил обычную, ну, чтобы хотя бы, здесь можно поставить на строгие, но хотя бы немножечко оставить мне возможность ошибаться, может быть, кого-то обгонять, красиво срезая поребрики, в общем, поставим обычные. Прогревочный круг я тоже включил, он будет перед гонкой, и начало гонка вручную со сцеплением. Далее, собственно, помощь торможений выключена, АБС включена, противобуксовочная на среднем уровне стоит, динамическую траекторию выключаем, коробка передачи, естественно, ручная, ну и пидстоп я решил все-таки оставить автоматическим. Собственно, вот все показатели. У нас, как видите, в правом верхнем углу бонус к счету карьеры будет плюс 16, я думаю, это неплохой бонус, может быть... Я, правда, в этом очень плохо разбираюсь. Я с удовольствием бы хотел найти человека, который любит Формулу-1, который соображает в этом всем, который бы, грубо говоря, вообще во время гонки мне сидел и что-нибудь подсказывал, говорил, когда там в пид поехать, какую резину, когда, не знаю, силовую установку поменять. Вот в этих всех вещах я, конечно, еще очень и очень слабо соображаю, поэтому было бы круто, если среди вас найдется такой человек, который мог бы мне подсказать. Ну что же, начал я свободные заезды, практику свою. Как видите, вон вся резина у меня в траве. Немножечко вылетаю с освоением трассы, пока дела так себе обстоят. Сейчас вот нам дадут на мониторчик посмотреть, там будет понятно. Как видите, у меня как минимум с тремя поворотами большие проблемы. Я их плохо очень прохожу. И вот те зелененькие, которые тоже, это можно было бы и лучше. Но у меня еще есть время, еще целых 20 минут есть для свободных заездов. Да еще и, по-моему, это еще два будут, две будут практики. Поэтому вот эти все задания мне нужно сделать. Я продолжаю. Так, ну что же, закончилась наша практика. Третий, третий ее, не день, а третий заезд. Свободный. Сложно понять, кое-что у меня получилось. В принципе, мое среднее время это 1.30. Конечно, оно далеко от крутых чуваков, которые едут на первом месте. Но оно, в принципе, так и должно быть. Я для этого и повышал сложность. Опять же, по свободным заездам очень сложно судить. Они могут ехать на квалификации гораздо быстрее. Поэтому посмотрим, что будет на квалификации. Сейчас я ее поеду, собственно. Ну что же, момент истины. Сейчас мы посмотрим, на какое время я способен в сравнении с остальными ребятами. Ну, на практике 1.30. В принципе, был у меня момент, когда я проехал 1.29 с копейками. Но, честно говоря, мне кажется, мне просто повезло. Это не мое стабильное время, это точно. Кстати, конечно, у меня сейчас квалификация. Идет время, нужно его не зря тратить. Но я забыл вам сказать одну важную вещь. Как видите, я сейчас еду от камеры сверху болида. Телевизионная, так называемая, камера. Честно скажу, не очень люблю от этой камеры ездить. На мой взгляд, вот этот, вот такой вот аутентичный вид из кабины, он намного-намного кайфовее. Но есть проблема, что он и не настолько информативный. То есть, реально с ним ездить, особенно в гонке, с ним ездить сложно. Несмотря на то, что есть зеркала, радиус видимости очень плохой. У меня нет трипл-скрин, поэтому я не вижу гонщиков, которые находятся по бокам. И так ехать сложнее. Поэтому я решил, что... Ну, как видите, здесь вот вид намного шире. Ой-ой-ой-ой-ой. Заговорился я с вами. Поэтому, ну, буду ехать так. В принципе, многие советуют ехать так. Ну, оно и понятно. Так легче ехать, на мой взгляд. Ладно, все. Собираюсь силами и погнали. Я и так уже потратил время. Собираюсь. Продолжение следует... 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 Один пит-стоп. Начнем ехать на сверхмягкой и продолжим на ультрамягкой. Ну, вы знаете, мне это подходит. Конечно, это в том случае, если я не буду ошибаться, что очень важно. Ладно. Оставляем такие параметры и я готов. У нас включен прогревочный круг. Нам нужно придерживаться окона 12-й позиции. Мы тоже так умеем. Будем делать вид, что прогреваем тормоза. Ой, тормоза. Прогреваем покрышки. Да, собственно, и с тормозами, наверное, тоже. Ну, я практически уверен, что старт будет с места. Дождя у нас нет. Погода отличная. Поэтому нет никакого резона. Фух. Опять напугали меня. Меня забрали управление и... Сейчас автоматически будут ставить на решетку. Не доверяют. Халк прямо перед нами. Самое главное сейчас не облажаться на старте. То, что всегда происходит. Сзади нас Алонсо, кстати. И Магнусон. Ну что же, ребят. Пожелайте удачи. Контакт небольшой. Меня все обогнали. Практически все. Ну, вот здесь. Здесь был контакт. Я потом посмотрю, что у нас там с передним крылом. Но пока не до этого, если честно. Пока у нас еще есть шанс в этой суматохе пробиться чуть-чуть вперед. Попробую на позднем. Немножко некрасиво, может быть, но... Зато действенно. Выскочил немного на траву, но не критично. Горожан дышит нам в затылок. слишком спустил передач нервничаю ДРС пока еще недоступен Ай, ошибка, ошибка Снова вылетел на траву Сейчас нас будут атаковать сразу же из-за этой ошибки Но, вроде бы, получилось удержать позицию Вот, конечно, так ошибаться нельзя Так, мне очень интересно, где находится наш партнер по команде и в то же время наш соперник Хюлькенберг Да, опять небольшие ошибки допускаю И из-за этого меня пытаются уже обойти Во-первых, упускаю массу А во-вторых, меня атакуют горожан Так, ДРС ДРС доступен Вот только Проблема в том, что Масса Немного далеко Далеко от нас Отпустил я его Опять ошибка Да что ж такое Надо расслабиться Ехать чуть поспокойнее Представим, что это квалификация А еще лучше Просто практика Хотя, я смотрю, мне это не помогает Масса уезжает от меня Так, ну пока По крайней мере Не пытается никто пока лезть внутрь Атаковать внутри Пока все идет довольно однообразно Оооо Ошибка Опять серьезная ошибка Я удержал Болит, но Снова потерял время Вообще Я, конечно С одной стороны Осторожничаю С другой стороны Из-за этой осторожности Я еду хуже Как мне кажется Вот Уже Уже пошла Пошли атаки на меня Даже был контакт Оооо Снова ошибка Граждан Меня прессует Так, немножечко удалось Мне от них оторваться Но масса Все равно далеко Что-то я слишком рано Переключаюсь Честно говоря Пока Пока даже не Не думаю о том Чтобы там менять Менять топливо Обогащенное Не обогащенное Честно говоря Боюсь пока Даже туда лезть Ай-яй-яй Какая ошибка Да, вот это была Очень серьезная ошибка Я пропустил Еще двоих Жаль-жаль Мне очень Обидно Если честно Ладно Соберись Еще не все Потеряно У нас еще Десять Кругов гонки Это даже Не экватор Продолжение следует Снова Снова Они от меня Уходят Я снова Не смогу Использовать ДРС Так Может быть Сейчас Самое время Все-таки Пробовать Поиграться С топливом Обогащенку Там Девяносто пятый Семьдесят шестой Да Слишком далеко От меня Окон Недоступен Мне ДРС А вот здесь Вот уже Есть шанс Они тут Немного В этой толпе Это было Очень Опасно Но Я пытался И у меня Получилось Все-таки У меня получилось Отыграть Одну позицию Так Мне там уже Я смотрю Предлагают Изменить Стратегию Питстопов Нет Не хочу Я ничего Менять Leave me alone Как говорится Оставь меня Одного Мне сейчас Не до тебя Ну кстати Почему-то Он какой-то Неразговорчивый На удивление Фух Жаркенько Жаркенько Стало Нет Мне нравится Вы знаете Мне Более-менее Нравится Борьба Я конечно Много Ошибаюсь Но По крайней мере Не так критично Вот именно Поэтому Мне хотелось Выбрать Найти какую-то Оптимальную Сложность Чтобы это было И не слишком Чтобы грубо говоря Мои ошибки Они не были Фатальными Скажем так Чтобы после ошибки Еще был шанс Потому что Ну я же все-таки Не настоящий Гонщик Формулы 1 Я буду ошибаться Ой ребята Все поехали в Пит Странно Меня никто не зовет А меня никто пока не зовет Ну и ладно Зато я Фетеля Почти Обогнал Конечно я здесь Побоялся Входить в поворот По нормальному Чтобы не зацепить Фетеля Я не знаю А что если нам Вообще не ехать В Пит Пока что Резина Чувствует себя Неплохо Практически Не Не сносит Фетель Прямо на хвосте Так у него У него Суперсофт Я даже не знаю Седьмой круг Нет Пожалуй я еще Попробую Подержаться Не буду я пока Идти в боксы Вообще было бы Классно Если бы мне что-нибудь Он подсказывал И советовал Например Что будет Если я не поеду Что мне это даст Или Если поеду Что мне это даст Фух Там вообще-то Можно Посмотреть Но это Нелегко О нет О нет Ботос Это ты виноват Я из-за тебя Ошибся О Зато Халк Сзади нас Ну это отлично Это хоть какая-то Радостная информация Фух Я немножечко тут режу Но вроде бы Штрафов не дают Ай Коленка чешется Так Ну От Халка Я оторвался А вот Ребят Впереди Конечно Догнать Будет сложно Но оно и не удивительно Передо мной Феттель И Ботос Что вы хотели Аааа Снова я ошибся На этом повороте Ну естественно Мне нужно их пропускать Иначе Иначе Мне влепят штраф Да Наверное Нет Ну по-моему Там не в резине Было дела Там реально Моя ошибка Я просто Слишком Пропустил Точку торможения Хотя Возможно Резина Тоже дает Уже о себе Знать Пока Непонятно Квят Ты ли это Ты же был На двадцатом месте Стартовал Как ты сюда Прорвался Да-да-да-да Хорошо Спасибо Что сказал Поеду в Пит Так уж и быть Хотя Конечно Я боюсь Сейчас После После боксов Просто скачусь Снова В хвост Я в принципе Могу ехать Могу Я чувствую Что я могу Ехать Еще Нет большой Необходимость О Квят Тоже В боксы Фух Так 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 Ребятки Ну мне нравится Пока Пока что Борьба есть Какие-то передвижения Есть Очень жаль Только что нам не показывают Вот вверху слева Полностью таблиц Только показывают Нас троих Ух ты Я привык Что они долго На практике Было бы классно Если бы показывали всех И показывали постоянно Дельту Сколько там Уа Так Ну вот я Конечно Квят Снова Передо мной Что сегодня происходит Почему мне не достается Так Квят Извини Но Мне Нужнее Не защищал Он внутреннюю Ну кстати Вот это вот В этом смысле У Искусственного Интеллекта У этой части Немножко Проблема Потому что Они действительно Не защищают Траекторию Они едут Если накручиваешь Сложность Они едут Хорошо по своей Траектории Но они практически Не смещаются С траекторией Не защищают Другие Это конечно Немного Портит Ощущение Потому что Зачастую Их очень легко Обойти По внутреннему Ну если скорость Позволяет Конечно Если находиться На правильном Расстоянии То их легко Обходить По внутреннему Радиусу Они практически Его не кроют Никогда Ай Ошибся Ошибся с передачи Здесь вот Между стролом И магнусом Борьба идет Поэтому они немного Замедляются Это мой шанс К ним приблизиться ДРС доступен Что то мне это не помогает Судя по всему Вот сейчас Я Вот я рискнул По внутреннему И в принципе Получилось А вот ДРС нам что-то слабо помогает Ну, наверное, потому что у него он тоже был Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй Заговорился Заговорился, задумался насчет этого ДРС И вылетел Пролетел точку торможения Ничего, здесь борьба снова Магнуса на Эквята передо мной, так что Слушайте, мне нравится Мне нравится Вот, смотрите, что происходит Смотрите, что происходит Они борются, они замедлились У меня есть шанс, но Они занимают всю Вот так вот Не ожидали, ребята? Не ожидали Так, не пихай, не пихай меня Что происходит? Это был контакт Обязательно на повторе И они меня оба снова обошли Вы издеваетесь Вам классно, ребят? Вы уже на повторе наверняка увидели Потому что я буду при монтаже там все это вставлять Но я пока абсолютно не в курсе Что произошло Кто там меня так сильно Я просто чувствовал, что меня пытаются Знаете, как Пит-маневр Американская полиция Как когда пытается развернуться Вот такое чувство было На руле я Ощущал это Абсолютно четко Но В повторе я потом посмотрю Вы уже Вы уже это увидели А я потом посмотрю В повторе Фух Да, жаркая борьба Но, к сожалению В этой борьбе Я очень и очень Очень и очень скатился И это И это, кстати, плохо Потому что мы снова Даже ожидание команды нашей Ожидание нашей команды Даже не Как это сказать Неподтвердим Мне нужно как минимум На 11 месте финишировать А я О, он что-то пытается Слушайте, смотрите Магнус, он пытается Что-то виляет по дороге Выход у меня был быстрее Но Я сам, честно говоря Этого не ожидал Снова попытка Кимми Райканин Выбывает из гонки Что с ним? Я же за тебя болею Кимми Почему ты вылетел? Так, желтый флаг Кстати, в этой гонке Не было Еще ни одного Сейфти-кара Ни одной машины безопасности По сути Ты желтый флаг Первый, по-моему Если я не ошибаюсь Слушайте, мне это не нравится Кругов осталось мало А я на такой позиции О, и снова ошибаюсь Так, 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 так Надо собраться 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 У нас Три полных круга Еще есть шанс Что-то изменить В этой жизни Ай-яй-яй Здесь была возможность О, отлично Я его выдавил Можно сказать А Так, Квят Все, теперь ты моя цель Даже не думай Со мной воевать Внутренне По-внутренним А Есть Я знал, что у меня это получится Там даже люди аплодируют мне Спасибо большое Но все равно этого мало Этой позиции мне недостаточно Мне нужно вернуться Было бы хорошо вернуться в десятку Но хотя бы Одиннадцатая Да, вот теперь Чувствую, что Конечно Пятнадцать кругов Это маловато Но, как я уже говорил Для записи роликов Двадцать девять кругов Это слишком много Тринадцатое место Ну что это такое На каком начинали На таком В итоге и заканчиваем Это вообще не дело Надо что-то делать Пробиваться Кто там Есть кто-нибудь Так Он мне сказал Наверное Но я О Давайте Сейчас Сейчас Найду какой-то момент Подходящий Надо переходить На обогащенную смесь Посмотреть Что у нас там Вообще с топливом И попробовать На обогащенке Что-то Так, так, так Главное в аварию Не влететь В этот момент Так, стандарт Обогащенная Интересно Поможет ли мне Это Так, я из-за этих Так, 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 так На ноль двадцать пять Круга осталось Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой Ну вот Я из-за этого вылетел У нас У нас проблемы У нас проблемы Хьюстон Нам нужно топливо Экономить А я тут На обогащенку Собрался переходить Сейчас нам Просто не хватит Топлива доехать До конца Так, выключаем Не обогащенную ДРС Я все пропустил Из-за этих настроек Полностью Тут столько всего Нужно контролировать И это топливо И ДРС И всякую остальную фигню Еще и рулить же В это время надо Вот сейчас я еду На семьдесят шестом Бензине Конечно Обогнать мне уже Здесь точно никого не удастся Но хотя бы Хотя бы доехать Честно говоря До финиша Потому что мне кажется Что Там было написано На ноль семьдесят пять Когда я еще Не был Вот и все Я уже чувствую Что Мы глохнем Ай Как обидно будет Как обидно будет Мне бы хотелось Доехать Хотя бы На той же позиции Но доехать Потому что Гонка в принципе Получилась Довольно веселая Конечно Я очень неопытный Еще много Чему нужно учиться Но По-моему Сам азарт Был Ай Ай Да что ж такое Я уже совсем в конце А ну все У меня закончилось Нет Нет Вы можете себе Это представить Вы можете себе Это представить Мне перед финишем Закончилось И они все Меня обошли Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа что это за дурня ну вот снова слилась моя первая гонда вольф ты доку ты конечно доволен а вот у нас проблемы хамилтон победил на втором ботас я так понимаю на третьем я не заметил кто там как же обидно ну да видите нужно было следить самого начала гонки за всеми этим парадом перес они перес на седьмом почему о чем здесь делать а он стартовал седьмым наверное приехал третьим ну что ж поздравляю вас ребят конечно вы молодцы моя гоночка прошла неудачно но я надеюсь хотя бы она вам понравилась плане интерес конечно извините разочаровал но что поделать будем учиться учиться на своих ошибках продолжать жаль жаль очень много чего мы упустили не заработали очков в чемпионате естественно так а что что-то я не понял насчет эстебана оконах что с ним случилось и почему почему у него время не зафиксировано очень странно вот этого я не понял если честно сейчас вот этого всего я не понял даже квят нас обогнала хотя я мог мог приехать вот здесь на месте квята хотя бы в конце если бы не бензин долбаный бензин да и лучшее время кстати 32 ужасно на 3 секунды медленнее практически чем квалификации но зато хотя бы вот смотрите и феттель сошел и райканин сошел и ван дорн и эриксон и но они не сошли они доехали но все же хотя бы не в самом не в самом конце фух ну не знаю честно говоря мои мои впечатления положительные даже несмотря на то что я конечно проиграл все это грустно и печально но в целом впечатление положительной гонка была интересная напряженная именно то чего я собственно и ждал чего я и хотел и добивался так сейчас мне главное не не нажать вперед потому что мне нужно записать для вас повтор обязательно нужно записать повтор который вы уже собственно видели во время гонки с кадры которые я вставлял со стороны я надеюсь это клево это не портит как бы не ломает ритм а наоборот дополнительный вид со стороны в общем все я думаю я думаю мы оставим эту гонку в покое вообще честно говоря я хочу попробовать сделать так чтобы каждую гонку проходить вот с одного раза вот как получится так получится конечно если это с каждой гонки вы каждая гонка будет заканчиваться вот так это будет грустно но я надеюсь что я улучшусь со временем я стану более опытным стану знать сколько там чего на какие кнопочки нажимать куда посмотреть топлива где его сколько его залить и тому подобные вещи ну и опять же повторюсь если кто-то есть профессионалы из вас как профессионалы любители возможно но те кто более-менее разбирается в этом вопросе кто просто любит формулу кто шарит в этих всех нюансах буду рад если будете мне подсказывать в комментариях но на этом наверное все буду прощаться с вами в этой серии мне еще много работы много монтажа записывать повтор и все это нарезать для вас так что на этом все первый этап гран-при австралии закончился я не это самое начало возможно концу концу всего чемпионата я получу какой-то опыт и смогу чего-то добиться ну а на этом все спасибо что посмотрели и всем пока следующий этап кстати будет у нас гран-при китай в шанхае увидимся там всем пока и и и и и и